В Самарской области более 93 тысяч жителей получают документы из налоговой через госуслуги. Напомним, с 1 июля 2023 года появилась возможность получать налоговые уведомления на оплату имущественных налогов и требования об уплате задолженности от налоговой через портал госуслуг. Нужно зарегистрироваться в госуслугах и направить в налоговый орган согласие на получение таких документов. Это согласие подписывается госключом и в дальнейшем уже налоговые документы приходят на сайт госуслуг. В таком случае почтовым отправлением такие уведомления не направляются. Из сайтов госуслуг можно легко и просто сразу уплатить все налоги. Своевременная оплата налогов позволяет людям избежать таких негативных последствий, как начисление пения, взыскание сумм в судебном порядке с удержанием долга и судебных издержек из зарплаты или пенсии, запрет на совершение регистрационных действий с имуществом, арест с последующей продажей, ограничение на выезд из страны. Не нужно обращаться в налоговый орган, куда-то идти и что-то узнавать. Все у вас будет приходить на сайт госуслуги. Вы будете всегда в курсе состояния своего единого налогового счета, есть ли у вас задолженность, нет ли задолженности. И еще раз повторюсь, прямо с сайта госуслуг можно онлайн оплатить любой налог. Житель Самары Нина Антепина узнала, что справки и документы в различные ведомства можно подавать через госуслуги и пришла в налоговую уточнить детали. Специалист инспектор все подробно объяснил, то что все можно делать через телефон, через госуслуги, заказывать справки. Ну какие там справки можно заказать? Тоже справку об отсутствии задолженности. Заполнять декларации, там можно также тренировать ДФЛ. Все очень удобно и просто. Вот теперь я не буду ходить и выстратить время свое на посещение налоговой. Как отмечают специалисты УФНС России по Самарской области, это еще один способ взаимодействовать. С налоговой службой дистанционно, без посещения инспекции, контролировать свои расчеты с бюджетом. Елена Чернявская, Константин Головин. События.